Доброе утро, дорогие братья, сестры! Вновь приветствую вас с Краснобродской земли на очередном духовном завтраке. И хочу сегодня поделиться размышлениями о Евангелии от Марка, пятая глава. Эта глава такая интересна тем, что здесь словно концентрация вот этой силы Христа и действия Его в Его служении. Здесь описываются три истории. Мы не будем все читать, вы все эти истории знаете и помните, читали их не один раз. Это пятая глава Евангелия от Марка. Там описываются три истории. Это освобождение Гадаринского бесноватого. Это исцеление или воскрешение дочери начальника синагоги Иаира. И исцеление женщины, страдавшей 12 лет кровотечения. Вот три таких чуда, которые совершил Христос, описаны в этой главе. И эти чудеса, они разной направленности. Он освободил бесноватого. Это было такое освобождение или изгнание бесов. Он исцелил женщину, страдавшую кровотечением 12 лет. И воскресил дочь, умершую у начальника синагоги Иаира. Изгнание бесов, исцеление болезни, воскрешение мертвых. Вспоминается поручение Иисуса Христа. Он говорит, идите, проповедуйте. Бесов изгоняйте. Больных исцеляйте. Мертвых воскрешайте. Это то, что совершал Христос и поручил делать это нам. Но интересно, что я увидел, что все эти разные чудеса объединяет их что-то одно. Что-то одно предшествовало вот этим чудесам. И написано, что во всех трех историях было поклонение. Гадаринский бесноватый, написано, издалека увидел Иисуса и прибежал и поклонился Ему. Этот начальник синагоги Иаир, написано, увидев Его, пал пред Ним, пал к ногам Его и просил Его исцелить дочь. Эта женщина, страдавшая кровотечением, прикоснулась, исцелилась. И когда увидела, что она не утаилась, написано, что она пала пред Ним и рассказала о том, что она сделала, что она прикоснулась. И мы видим, что во всех трех историях предшествовало вот этим чудесам Божьим, предшествовало поклонение Богу. Поклонение Богу. Драгоценные, как важно сегодня нам иметь в жизни такую практику, когда мы приходим к Иисусу, приходим к Богу и поклоняемся пред Ним. Склоняемся пред Ним, может быть, в тайных комнатах или в общих собраниях или на воскресных богослужениях мы собираемся вместе. И как важно нам вместе или по отдельности в домах своих поклоняться Богу, преклоняться пред Ним. О чем мы чаще всего просим Господа? Давайте мы подумаем. Чаще всего нас заботит то, чтобы демоническое влияние не было оказано в нашу жизнь. И мы просим Господи защити от этих бесов, от этих всяких демонических сил, атак на нас. Второе, мы говорим Господи, сохрани здоровье, исцели, подкрепи нас силой, Господь. И третье, мы молимся и ходатайствуем за своих близких, за свой дом, за свою семью, чтобы Господь сохранил, чтобы Господь благословил. Это три таких важных аспекта нашей жизни, о чем мы просим Господа. Но мы видим, что во всех этих трех вещах было поклонение. И как важно нам сегодня, каждое утро, я для себя лично принимаю такой вызов, чтобы каждое утро приходить пред лицо Божье, поклониться пред Ним. И сказать, Господи, защити меня от влияния бесов, от демонических атак. Сохрани меня здоровым, чтобы я имел силы служить Тебе. И защити мой дом от всякой нечисти, от всяких проблем. И защити моих близких, моих детей и моих родственников. Это важный момент. Это важный момент. И сегодня для себя я принял, чтобы вот так вот, может быть, стараться начинать свой день с поклонения Богу и прошения вот об этих трех вещах, которые совершает Господь в нашей жизни, чтобы это присутствовало в нашей, в моей жизни и в жизни каждого верующего человека. Да благословит нас Господь. Пускай мир Божий пребудет в сердцах ваших. Аминь, дорогая Санна.